Не знаю, насколько всерьез можно принимать гипотезу о драконообразном происхождении человечества и тем более доверять пророчествам хвостатых предсказателей, но факт остается фактом. Голубая кровь древних рептилий действительно сегодня является объектом пристального изучения ученых. Впрочем, даже если дракон из других планет и сказка, то в ней содержится весьма солидный намек, в каком направлении искать секрет долголетия. Почему современные археологи утверждают, что обезьяна и человек совсем не родня? От кого на самом деле произошли современные люди и может ли человечество оказаться огромным экспериментом высокоразвитых инопланетных существ? Об этом в проекте «Создатели». Ну а ближе к ночи мы будем говорить о любви и ласке. Если вы думаете, что библейские Адам и Ева в Эдеме только и делали, что ели яблоки, то вы ошибаетесь. Поверим древним текстам. Они любили друг друга на зависть нам. Какая она была, любовь древнего мира? Об этом в нашем строго документальном расследовании «Любовь до нашей эры». Сегодня в полночь. Я видел инопланетян. Заявления примерно такого содержания от граждан в правоохранительные органы разных стран поступают регулярно. Недавно специалисты попытались объединить статистику, и результат оказался более чем неожиданным. Оказалось, что похищенных только за последние 10 лет по всему миру около 300 тысяч. Что это? Международный заговор умалишенных или некоторые граждане Земли для инопланетян, если они, конечно, существуют, действительно желанные собеседники? 1946 год. Западная Украина. Горбаты. В центре горного массива найден ребенок. Беспризорнику на вид около 7 лет. Он не может назвать ни имя, ни домашний адрес. Обычное дело для послевоенного времени. Но в детском доме у мальчика обнаружили странности. Воспитанники шепотом докладывали, что во сне его тело приподнимается и парит в воздухе над кроватью. Он разговаривает с деревьями и птицами и может воскресить мертвое животное. Удивительный мальчик рассказывает о будущем. Он предрекает через 16 лет полет первого человека на орбиту. Русского. По имени Юрий. Вскоре за необычным ребенком приезжают люди в милицейской форме. Якобы отвезти к нашедшимся родителям. А потом уже настоящие чекисты разыскивают тех, кто под видом представителей власти увел у Лубянки это странное существо. Антона Анфалова называют крымским Малдором. Подобно киногерою, он ищет правду о летающих тарелках. Интерес Антона к этой теме возник, когда он своими глазами прямо над городом увидел объект сложной формы. Аппарат был огромным и черным, а по контуру светился огнями. Я, поверьте, знаю практически все эти самолетов, вертолетов. Я могу отличить земной летательный аппарат от неземного. Это было потрясающее совершенно зрелище. На носу у него была красная мигалка. И желтые огни оконтуривали контур вот этой махины, громадины. Но у него метров 30-50, не меньше была длина. Вперед вытянутая часть. Значит, ну, днище, видимо, матовое. Корабль бесшумно проплыл над Антоном Анфаловым и скрылся вдали. С тех пор преподаватель университета поставил себе цель. Узнать, кто управляет такими летательными аппаратами. Исследования увели его далеко. Оказалось, существует целый мировой заговор, связанный с инопланетянами. Вперед Заходом солнца, еще солнце не село. В районе, примерно, дальнего привода нашего, появился светящий объект. Он эллипсовидной формы. Ну, какой-то оранжево-коричневая такая, золотистая окраска. Ну, показалось нам всем, что кто-то из наших горит. Ну, бывает, что в воздухе горят самолеты. Вот, от разных причин. Ну, мы так тоже подумали, что горит тот. МИГ-21 летит к этому объекту. Ну, осталось, может, два-три, может, ну, от силы в четыре километра. Вот этот эллипсовидный, такой, оранжевый, красный, коричневый, что ли. С колоссальной скоростью, примерно под углом 70-80 градусов. Колоссальной скоростью ушел вверх. Потом превратился в точку. И потом вообще исчез. Всем очевидцам этого события стало ясно. Обычный аппарат не может передвигаться с такой колоссальной скоростью. Огненный эллипсоид показал маневры, которые даже новейшим кораблям были недоступны. Летчики долго обсуждали, что же такое они видели. Постепенно разговоры, в общем-то, прекратились. Особенно после того, как у первополновчего на КГБ собрали нас, сказал, прекратите все эти разговоры, это шаровая молния и так далее. Ну, мы, конечно, понимали, что это ни шикария, ни шаровая молния. Представление о шаровых молниях мы имеем. И шаровыми молниями, в общем-то, встречались. Вот. Количество появлений НЛО во всем мире резко возросло после Второй мировой войны. Это принято объяснять тремя версиями. Первое. Гитлеровцам все-таки удалось создать летательные аппараты в форме диска. Позже эти аппараты и их чертежи достались США. Второе. Гонка вооружений способствовала созданию альтернативных видов оружия и кораблей. И третье. С началом ядерной эпохи появилась угроза уничтожения планеты. И это вызвало повышенный интерес инопланетян. С этих пор количество НЛО, конечно, стало увеличиваться. И сообщения о контакте с какими-то вот там пришельцами, гуманоидами, телепатических контактах и так далее. Короче, игра началась с изучением. У исследователя Антона Анфалова есть еще одно доказательство присутствия НЛО на Земле со второй половины прошлого столетия. Рассматривая спутниковые снимки американских военных баз, он заметил. Хотя фото и ретушировали, но кое-что забыли скрыть. К северу от авиабазы Индиан Спрингс в штате Невада на военном полигоне Нелли существуют аномальные структуры на поверхности Земли. Их невозможно объяснить никакими прочими земными объяснениями деятельности располагающегося там военного полигона. Потому что туда нет ни дорог, ни подъездных путей. Там очень сложный горный пересеченный рельеф местности. Информацию о подземных базах инопланетян подтверждает и бывший американский военный Чарльз Холл. В 60-х годах он служил в ВВС США на полигоне Неллис, что находится недалеко от авиабазы в Индиан Спрингс. И якобы многократно общался с живущими там инопланетянами. Эту расу называли Высокие Белые. И ее представители жили и работали на Земле с одобрения американского правительства. Контакт давно состоялся с инопланетной расой, с высшим военно-политическим истеблишментом США. Он многолетний и ведет свою историю с инцидента 41-го года прошлого столетия Северной Каролине. Исследователи считают, в октябре 1941-го года в штате Северная Каролина потерпел катастрофу инопланетный корабль в форме яйца. Экипаж состоял из четырех высоких гуманоидов с молочно-белой кожей. Они уцелели и были доставлены в секретный бункер, где через несколько недель скончались. Ну, как сделали вывод, американцы от голода они ничего не ели, они им предлагали, они не ели ничего, потому что они нашу пищу не едят. Возможно, это были клоны специально подкинутые для того, чтобы дать американцам затравку. То есть без материальных доказательств, неопровержимых, естественно, руководство, военный генералитет, президент Рузвельт никогда бы не поверил. Корабль И-4 гуманоида – это был дипломатический подарок правительству США. Повод начать разговор. Это событие Белый дом потом использовал для прикрытия чрезвычайного происшествия в Рузвеле в 1947 году. Фермер Уильям Брейзл нашел на своем ранчо серебристый дисковидный объект и множество непонятных обломков. Там рухнул военный зонд «Могул», созданный для шпионажа за советской ядерной программой. Но американцы сделали вид, будто заполучили обломки корабля инопланетян и даже одобрили съемки документального фильма об этом. Но нет дыма без огня. Считается, что контакт с инопланетянами все же состоялся. Пришельцы встретились на военной базе с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и договорились о сотрудничестве. Они предлагали свои технологии, а взамен хотели получить разрешение ставить эксперименты на людях. Стороны якобы сторговались на 2% населения США с условием стирать подопытным память. Но либо высокие белые гуманоиды сбились со счета, либо под шумок людей похищают еще и другие инопланетяне. Причем не только на территории Штатов. Анастасия Артеменко входит в число этих несчастных. Прямо в центре города в вечерний час пик она переходила оживленный перекресток. Вдруг сверху на нее ударил яркий белый свет. А на газоне возникло необычное существо. Стоит мужчина высокого цвета, высокого роста, на нем такой как бы комбинезон, так бы я сказала, или одеяние именно инопланетянина. Я сама себе подумала, как бы у меня такая вот ассоциация была такая, что это вот игрушка, вот как вот одевают, игрушки по улице вот входят, знаете, там вот карнавальные такие всякие. Писклявым металлическим голосом субъект спросил Анастасию, не желает ли она полететь в космос. Женщина спешила домой готовить детям ужин, вся в своих мыслях, и подумала, что ее разыгрывают. Я на него посмотрела, говорю, о, я бы хотела, но это очень дорого. А он говорит, да нет, мол, недорого, мы вам можем это типа как бы устроить. Я говорю, ой, прям инопланетянин настоящий. Я так смотрю на него, посмотрела в глаза, а у него глаза крупные, зрачков нет, вот как бы какие-то пятна на нем. Я говорю, ой, прям глаза космические, прям как настоящие, это ж надо, мол, так интересно. И ну и пошла себе дальше. Но ушла недалеко. Луч втянул ее вверх, и она оказалась на сигарообразном корабле. Ее посадили в кресло перед экраном, который показывал прошлое и будущее. Я видела, я так подумала, что машина времени. В одну сторону крутят, они показывают то, что будет, а в другую скорую раскручивают, то есть очень большая скорость. Они показывают то, что было. И именно вся жизнь, получается, просматривается. Потом НЛО полетел в сторону моря. Анастасия видела в иллюминатор побережье Крыма и знаменитую Медведь-гору. В ней открылась дверь. Внутри горы оказалась база инопланетян. Женщина увидела огромный ангар и десяток летающих тарелок. Тарелки стояли как бы на опорах, а инопланетяне, вот они как бы, по них там, можно сказать, лестницы там как бы были, они там что-то делали, ремонтировать, как бы чинили, вот типа того. А дальше Анастасия помнит лишь смутные отрывки из событий. Какие-то медицинские эксперименты. Другие люди на базе инопланетян. Домой она попала только ночью и не могла рассказать близким, где находилась более восьми часов. А погружение Анастасии в регрессивный гипноз показало, что у нее стерта часть памяти о событиях, связанных с похищением. С начала 40-х годов к людям, которые видели НЛО, стали являться необычные посетители. О них больше известно в США, но и в Советском Союзе их тоже видели. К наблюдателям НЛО, к наблюдателям каких-то уфологических эффектов сильных, или даже к контактерам лет 50 назад, в Америке прежде всего, а потом и в Европе, стали приходить какие-то странные люди, существа вдвоем, как правило, втроем. И все они были одеты в черные. Черный пиджак, туфли, галстук и даже шляпа. Особенно людей в черном интересовали очевидцы, побывавшие на базе пришельцев. Цель была одна – убедить людей забыть о том, что они видели, и жить спокойно. Но эти визиты вызывали еще больший ужас. Ведь одетые в черное только издалека походили на людей. Иногда, подобно магнитофону, без выражения продолжается этот разговор. С другой стороны, иногда это такой клёкот такой, или писклявый какой-то голос, как бы искусственный. Военный пенсионер Виктор Здоров своими глазами видел людей в черном. Он живет в аномальной зоне и неоднократно был похищен инопланетянами. Впервые это произошло много лет назад, в обычный будний вечер, когда он с супругой смотрел телевизор. Внезапно в комнате потемнело, исчезли все звуки. И началось такое ощущение плавной переходящего невесомости. Я сразу понял, что происходит нечто непонятное такое, похоже на левитацию. Но левитации у человека, у обычного, не может произойти. Значит, кто-то извне пытается меня оторвать от дивана и поднять. Я посмотрел на потолок, ну потолка как такового не видел, видел небо. Над домом, где-то на высоте 100 метров, висела тарелка в виде шляпы. И контуры ее фосфорицировали. Из центра НЛО исходил луч, с помощью которого Виктора с супругой пытались поднять на корабль. Тогда он решительно воспротивился, и тарелка улетела ни с чем. Однако в следующий раз мужчину разобрало любопытство. Так начались контакты, о которых он много лет вынужден был молчать. Виктор утверждает, что участвовал в опытах пришельцев и посетил множество инопланетных баз на Земле. Базы существуют давно, с момента создания Земли. На этих базах они... Ну, первое предназначение для того, чтобы регулировать развитие самой Земли, чтобы не было спонтанных каких-то процессов, которые могли бы привести к взрыву или к разрушению Земли. Второе, для того, чтобы контролировать и корректировать эволюцию человечества на Земле. В-третьих, для защиты, собственно, человечества Земли от воздействия каких-то внешних факторов. Астероидов, от воздействия вредоносного излучения во время вспышек новых звезд или еще чего-то. Виктор Здоров узнал много нового о роли внеземных цивилизаций в истории человечества и мировых закулисных играх. Этой информацией хотелось поделиться хотя бы с близкими. Но мужчину убедили помалкивать. Ко мне вот в какой-то период часто приходили люди в черном. Вот они просто наблюдали за мной, как я себя веду. Прибегали соседи и удивлялись, что за люди такие ходят и почему они именно ко мне ходят. Вот. Приезжал лимузин, выходили двое-трое в черных костюмах, высокие в черных очках, заходили. Вот. И какое-то время они находились, следили за тем, что происходит в квартире. Иногда Виктор Здоров помнил о визите таинственных незнакомцев. Но чаще всего ему рассказывали соседи. Мужчина подозревает. Странные визитеры стирали ему память. По словам Виктора, он знает о роли людей в черном от самих инопланетян. Это высокоразвитые, это такие роботы-гуманоиды. Вот. Они обладают большим интеллектуалом, они обладают большими возможностями. Вот. Они знают, просчитывают ситуацию на нескольких шагов вперед. Будем говорить, что ясновидящие. Вот. Могут телепортировать, могут останавливать человека взглядом, могут воздействовать, болевые ощущения появляются у человека. Он. Могут стирать память. В художественных фильмах показывается, что пришельцы – это маленькие серые лысые уродцы с большими глазами. Якобы они прилетели с умирающей планеты, из созвездия Орион, и им негде жить. Возможно, на самом деле вымысел перемешан с реальностью. Потому что спустя полвека заговорили свидетели встреч американских президентов с другими пришельцами – высокими белыми. Эту расу еще называют имдугут. У них голубые глаза, очень интересная речь, взвизгивающий язык, похожий на собачье гавканье или визги. Но человеческий речевой аппарат – такие звуки просто не в состоянии воспроизвести, потому что там такие частоты, что иногда даже воспринять невозможно. Они владеют телепатией. Оружие их представляют, вот такую трубочку типа карандаша. Они его направляют на человека и могут просто парализовать. Антон Анфалов много лет общается со своими американскими коллегами и анализирует утечки секретной информации. Он был готов к шокирующим фактам, но истина оказалась намного хуже. Похоже, пришельцы не просто живут на авиабазах США. Они еще и в Белом доме. И аппараты, и тела, то есть эти неопровержимые материальные доказательства существования инопланетной расы, вот этой имдугут, американцы в 41-м году прятали, не где-нибудь, а прямо под зданием Капитолия, в своей столице, Вашингтон, округ Колумбия. Пришельцы используют нашу планету как перевалочную базу и сырьевой ресурс. Подобные базы, которые контролируют высокие белые пришельцы, есть и на Луне. Керим Османов, похоже, побывал на одной из них. Молодой человек с детства отличался от других. Он видит вещи и сны и знает свое будущее. Керим родился в среднеазиатском селе, где под крышами летают огромные оранжевые шары. А за околицей бродят существа в серебристых одеждах. Недавно он проснулся среди ночи от странного предчувствия. Просто встал с кровати и пошел в сторону парка, который находился рядом с нашим домом. В этом парке стоял на земле, там оно не летало, стоял на земле круглой формой космический корабль. Я просто без испога, опять же, меня просто не вынудили, а просто приказали, наверное, без испога просто сесть на него. Керим зашел в залитое светом помещение и сел в кресло. На корабле больше никого не было. Тарелка плавная и бесшумно поднялась. Молодой человек посмотрел в иллюминатор и увидел нашу планету с орбиты. У меня было такое предположение, когда я смотрел другие научно-популярные передачи и также высадку американцев, например, на Луну. И обзор, как они смотрели с Луны на Землю, вот у меня сразу возникает ассоциация с тем, что я видел. Скорее всего, мне вот кажется, что я был даже на Луне, может быть, совсем недалеко от Земли. Затем капсула с креслом Керима поплыла над мертвым скалистым пейзажем и начала опускаться в кратер. После очень долгого спуска вглубь он увидел пещеру с людьми. Они были одеты, как первобытные люди, то есть шкура животных без рукавов, без головного бора, правда. Но они были чистыми, лицо их было чистое. И не сказать, что это были шахтеры, там что-то копали, что-то делали. У меня было такое ощущение, что они просто там жили спокойно и мирно. И ничего рабского не совершали, или, как показывают в фильмах, что людей используют на другие планеты, в целях что-то добычи и так далее. Такого нет. Керим Османов на своем летающем кресле пролетел над пещерой. Больше он ничего не помнит о том случае и до сих пор ломает голову, зачем это с ним произошло. Информация об инопланетянах одна из самых важных для человечества. Люди не хотят быть одинокими во Вселенной. Мы ищем контакта с братьями по разуму и надеемся, что они будут старшими, то есть более высокоразвитыми. Сразу помогут нам решить все проблемы, ответят на вопрос о происхождении жизни. А еще у инопланетян есть чудесные технологии, обладание которыми означает финансовое и военное превосходство. Поэтому властные группировки не заинтересованы раскрыть тайны внеземных цивилизаций. Но почему заинтересованы в неразглашении информации сами инопланетяне? Никто никогда не мешал им приземлиться на лужайке перед Белым домом? Или же их цели на нашей планете таковы, что сам факт своего существования они вынуждены скрывать? Можно предположить, что эти первые, так сказать, опыты с изучением нас, землян, проходили, значит, в обстановке такой, что невыгодно было этим пришельцам, чтобы информация о контактах с ними широко распространялась. Поэтому они, значит, предупреждали свидетелей, чтобы все помалкивали. Информация об НЛО недоступна даже администрации президента США. Выборная команда, которая меняется каждые 4 года, за время своего правления не успевает ничего узнать. В государственной системе Штатов существуют десятки уровней секретности. Основная масса современных американских лидеров не поднимается выше 17-го уровня. Доступа к ядерным кодам. И еще есть к этому дополнительно need to know, то есть необходимость знать. Если у вас нет необходимости знать эту информацию, даже обладая всеми совершенно секретными допусками, вот по этой шкале, вы никогда не узнаете даже о самом факте существования совершенно секретных, так называемых, черных, и даже суперчерных исследовательских программ по инопланетным технологиям. А такие программы очень много лет существуют в Штатах. Информацией об инопланетных технологиях владеет очень узкий круг людей. Тайное общество, которое и правит миром. Оно также имеет своих агентов и не только в Соединенных Штатах. Владимир Замарокко всю жизнь проработал в авиационно-космической отрасли и параллельно исследовал аномальные явления. Ученый собрал внушительное досье, в том числе и на людей в черном. Одного из них Владимиру Ефимовичу довелось встретить лично. Еще в доперестроечное время он ехал в поезде дальнего следования и всю ночь рассказывал попутчикам про НЛО. А наутро раздался стук в дверь. Открыл тамбур, передо мной стоит мужчина высокого роста, примерно метр восемьдесят два, метр восемьдесят пять. В черном плащ на голове, фуражка или шляпа черная, костюм черный, белая рубашка выглядывает. Незнакомец имел билет в соседнее купе и явился к замороке под надуманным предлогом. Посидел, поучаствовал в общей беседе и вдруг предложил Владимиру Ефимовичу и его соседке по купе пересказать вчерашние истории про пришельцев. Небольшой оттенок в волосе акцент. Как будто с металлическим привкусом что-то вот такое. Гумала, что розыгрыш. И вдруг он начинает слово в слово нашу беседу, как монитофонные ленты. Этой женщине стало плохо, она с купе вылетела, сами понимаются. Что было потом, никто не помнит. Человек в черном внезапно исчез. С той поры еще долгое время Владимир Замарока обсуждал летающие тарелки только в узком кругу. А спустя несколько лет к нему, тогда редактору научно-познавательного журнала, пришло письмо от жительницы Калининграда. За долгую жизнь ей удалось увидеть немало НЛО. И она собиралась эти случаи опубликовать. Отнесла рукописи на почту. И как узнал Владимир Ефимович из ее следующего письма, тут началось самое интересное. Сказали ей, подскочили цену на конверты, и заломили за два конверта 13 рублей 60 копеек. Ну, она посмотрела, то ли письма порвать, не платить 13,60 пенсионерке, то ли все-таки перебороть и отправить эти два письма. Она стояла, стояла, колебалась, решила все-таки отправить. Отправив корреспонденцию, пенсионерка добровольно лишилась ужина. На обратном пути, уныло разглядывая витрины, она вдруг наткнулась на молодого человека, одетого в черное. Подходит к ней молодой человек, в черном, очень симпатичный, очень приветливый, как она описывает, просто это надо читать вот так. Вот. И ей говорит, можно вам подарить деньги? Она на него глаза вытаращила. С какой стати? Но посланник был таким милым, что женщина взяла деньги. И лишь когда он исчез из виду, она пересчитала и поняла. Ровно 13 рублей 60 копеек. Именно столько стоили конверты для ее писем. Люди в черном зачем-то ей помогли. Сегодня половина всего населения планеты верит, что инопланетяне существуют и посещают Землю. 20% убеждены, что пришельцы имеют базы в США. Такое устойчивое общественное мнение сложилось благодаря прессе и кинофильмам, активно эксплуатирующим данную тему. Остается понять, какая часть соответствует действительности и зачем в массовое сознание внедряется все остальное. Из воспоминаний американских военных и рассекреченных архивов известно, что спецслужбы США активно манипулировали общественным мнением. По инициативе ЦРУ в 1953 году был разработан целый комплекс мер. Сюда входила тактика объяснения всех НЛО естественными причинами. Позднее для высмеивания интереса к летающим тарелкам были широко привлечены радио и кинематограф. И тогда неискушенный обыватель стал относиться к очевидцам как к фантазерам, шарлатанам или просто больным людям. Есть утечки информации, которые являются не преднамеренными, не организованными, а есть организованные утечки информации. Свидетели НЛО, желая сохранить карьеру и репутацию, молчали. Или шли на тонкие хитрости. Через те же средства массовой информации и фильмы распространяли сказки, которые были наполовину правдой. Вот, например, кадры допроса живого инопланетянина, который якобы выжил в крушении тарелки под Розуэлом в 1947 году. Даже уфологи убеждены, что там был не НЛО, а военный зонд Могул. На этом видео гуманоид мучается. Возможно, он привязан к стулу. Ему становится плохо, в кадре появляются врачи. Этот фильм – некоммерческий проект. Как оценивать видеозапись? Как подделку или как реконструкцию событий? Я познакомилась с командующим ВВС Америки на Аляске. Меня приглашали на Аляску, я там летала и узнала, что командующий Венделл Стивенс, и я потом с ним познакомилась, потому что он увозил с места катастрофы трупы и одного живого. И вот этот живой жил целый год. И была создана комиссия, среди ученых людей набрали, была создана комиссия, которая работала, работала, допрашивали его, спрашивали его, откуда и так далее. Советские идеологи поступили с зарождающимся у людей интересом к НЛО, по примеру, американцев. С 52-го года в СССР начался заговор молчания, осмеяния и дискредитации проблемы НЛО. В докладе, посвященном 35-й годовщине Октябрьской революции, член президиума ЦК КПСС Михаил Первухин так объяснил сообщение об НЛО. Американцы потеряли душевный покой. Они то и дело вглядываются в небо, и некоторым из них стали мерещиться в небе странные предметы, напоминающие огромные летающие тарелки, сковородки и зеленые огненные шары. Но не только американцам мерещилось НЛО. Задолго до того, как я летать начал, наблюдал, вот такой объект, собственно говоря, он меня спровоцировал на серьезные исследования вот этот вот объект. Я видел в 67-м году, будучи в отпуске, здесь был курсантом второго курса этого ейского летного училища. Именно в 1968 году газета «Правда» полностью дискредитировала тему НЛО. В ней напечатали уничижительную статью «Снова летающие тарелки». Существование инопланетных кораблей было объявлено лженаучными домыслами, после чего разговор на эту тему стал считаться закрытым. Я у учителя, преподавателя, значит, вот такое нарисовал и говорю, слушай, что это за самолет такой был это самое? Ну, я мечтал, что мне придется, может быть, на то же на таком полетать самолете. Он очень внимательно выслушал меня, рассмотрел, потом поднимает в очки, поднимает глаза, говорит, слушайте, я вам посоветую никому об этом не рассказывать, если вы хотите закончить благополучие училище, значит, и продолжить службу в армии. Советские люди в черном, агенты, владеющие информацией, хорошо знали свою работу. Вся страна стремилась в космос и была уверена, что будет там первой и единственной разумной силой во Вселенной. Между тем, с 1978 года в стране действовала секретная программа по изучению НЛО СЕТКА. В 80-м году была принята программа Галактика. В 85-м она стала называться Горизонт. В них анализировались все собранные ранее данные. Нынешняя терминология что-то вроде бригад быстрого развертывания, группы быстрого развертывания. Но только фактически использовались существующие уже структуры и в КГБ, и в Главном Разведуправлении, и в Министерстве Обороны. Группа такие, которые то самолет упадет, они расследуют это дело, то какой-то инцидент на каком-то шахте или заводе на каком-то. Но ориентированный в основном на авиационную такую ракетно-авиационную технику, специалисты, вот они прежде всего и бросались для расследования таких загадочных вещей, которые в ряде случаев напрямую связаны с проблематикой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видимо, более высокие цивилизации каким-то образом контролируют нас. А контролируют судя по появлениям в тех местах, где в основе у нас ядерные, химические объекты, большие гидротехнические сооружения, где неспокойно в регионе обстановка. вот в таких местах. Видимо, каким-то образом они нас контролируют, чтобы мы на Земле не сотворили что-то такое плохое, которое уже, наверное, на других планетах совершалось. В далеком прошлом мы это просто не можем пока еще представить. военная авиация неоднократно получала приказ уничтожить НЛО и добыть обломки. По тревоге поднимались истребители. Но атака на НЛО всегда заканчивалась плохо. Полковнику Александру Копейкину лично приходилось вылетать на перехват неопознанных объектов. Летом 82-го он попытался войти внутрь непонятного черного облака, возникшего над военной базой. Диаметр облака составлял около километра и оно висело абсолютно неподвижно и не прощупывалось локаторами. Связь с аэродромом, над которым зависло облако, была потеряна. А попытка летчика просто приблизиться к объекту едва не стоила ему жизни. И самолет вышел из повиновения буквально. Вот его начало трясти, и начало бросать влево-вправо, значит, мы головой доставали до фонаря, вот било нас, и включилась сирена в наушнике, ну, неимоверной громкости, на уровне болевого порога это было. Копейкин сорвал шлемофон и обесточил самолет, пытаясь одновременно увезти неуправляемую машину от облака. Это ему удалось лишь каким-то чудом. так вот чиркнул по краю, и мне показалось, он вообще остановился в воздухе, самолет, потому что после всех этих переживаний, так сказать, болтанки такой, значит, когда не смотрю, самолет летит, скорость показывает, там, где-то около 400 км в час, разогналась на снижение у нас скорость, двигатель работает, все нормально. Во время другого тренировочного полета к самолету Копейкина приблизился неизвестный объект с отчетливо видимыми габаритными огнями. Летчик попал под сильное гипнотическое воздействие. На самописце вот это было определено, что 2,5 минут меня сопровождал этот объект. Вот я был скован, ну, парализован я буквально был. Вот я даже взгляд не мог отвести от этого объекта, который меня сопровождал. Он представал себе, ну, объект длиной около 80 метров, это было ночью, вот я видел только вот темный силуэт, который закрывал звезды, и впереди ярко горящий огонь, типа, ну, она не фара, направленного света не было, просто светящийся как шар. И сзади оранжевый и красный, как бортовые огни были. И когда он ушел вперед, причем с большой скоростью, меня словно включили опять. Позднее полковник Копейкин был ответственным за сбор подобной информации в южном секторе Московского военного округа. Ему принадлежит методика расчета появления НЛО. И объекты действительно появлялись тогда, когда он говорил. Причем интервал точно составлял один месяц, 11 дней и два часа. А погрешность изредка 10-15 минут. Научно-технический прогресс сделал за минувшие полвека колоссальный рывок. Такое бурное развитие технологий трудно объяснить гонкой вооружений или здоровой конкуренции рынка. Причем, что характерно, новинки компьютерной или медицинской индустрии словно берутся из произведений писателей-фантастов или рассказов очевидцев НЛО. В таких вот потемных базах глубоких, похожих на кемберлитовую трубку, техногенные цивилизации передают собственно опыт, передают информацию техногенно развивающим цивилизациям Земли, таким как Соединенным Штатам, Англии, Франции, Китай. Неужели действительно мировые державы наживаются на использовании технологий, полученных ценою надругательств над своими гражданами? Стоит ли игра свеч? И может ли человечество изменить ее правила? Другое дело, что игра вокруг таинственности вот этих, этого феномена, как и многих других феноменов, связанных с НЛО, кое-кому на руку. Оно на руку, как я уже сказал, тем службам, которые занимаются и должны изучением иного, и должны соответствующие деньги на это выбивать. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok которые через эти круги фактически выкачивают наши ресурсы, материалы, все то, что им нужно. А может все это создано гениями человечества, только известно немногим. Однажды над Тегераном несколько часов висел неопознанный объект. Два фантома взмыли в воздух и обстреляли его. При этом у них вышло из строя все радиоэлектронное оборудование. А НЛО никаких повреждений нанести не удалось. Объект произвел посадку на окраине где-то там на площадке значит большое количество стечения народа было, все это на глазах у людей было среди бела дня. Вот вышли оттуда два человека в серебристой форме погрозили говорят кулаком и сели в эту значит тарелку и влетели в сторону Советского Союза. Если существование пришельцев это глобальный миф, то он давно вышел из-под контроля. Легенда о серых человечках на летающих тарелках проникла в наше сознание и присутствует и в детских комиксах и в серьезной литературе. Не все еще верят, но уже почти каждый знает. Возможно так и было задумано. Люди в черном и их мотивы всегда остаются в тени. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ